Вы вообще находитесь на территории школы коллекционной нашей. На базе школы в 2017 году, в сентябре, был открыт региональный ресурсный центр. Региональный ресурсный центр был открыт у нас. Почему? Потому что у нас большой опыт работы, Алла Владимировна об этом говорила, с детьми сразу. И Министерство образования посчитало, что это самый оптимальный вариант. И большее количество специалистов, которые в этой теме. Хочу сначала вас немножечко познакомить с нашими специалистами, которых вы уже немножечко знаете. Алла Владимировна, это наш директор. Меня зовут Оксана Евгеньевна, я руководитель ресурсного центра. Учитель-дефектолог Ирина Евгеньевна, которая будет сегодня вам немножечко рассказывать о методической помощи. Ольга Владимировна, это педагог-психолог. Мария Викторовна, учитель-дефектолог и Анна Анатольевна, учитель-дефектолог тоже нашего центра. Как говорила Владимировна, у нас на самом деле вся школа работает на ресурсный центр. То есть мы все ресурсные центры. Но постольку поскольку. То есть каждый на свои возможности, на свои знания и способности. К нам приходят очень много специалистов разных, учатся, мы проводим подобие стажировок, мы не настолько компетентны на самом деле, чтобы проводить полноценные стажировки. И у нас очень часто проводятся всевозможные вот эти мероприятия, семинары, обучающие. Но вот эти люди, это те, которые все-таки в большей степени именно ресурсный центр. То есть они, конечно, включены в работу школы, но в основном это те, которые работают в ресурсном центре. Что хочется сказать. Вот ресурсный центр и школа, да. Школа это те дети, которые вот у нас зачислены по приказам в наше образовательное учреждение. Ресурсный центр это работа с детьми с раз по всей нашей Ростовской области. Направление, которое у нас в нашем центре выполняет, это обеспечение информационно-методической, экспертной поддержки образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих обучение о воспитании детей с аутизмом. Разработка программно-методического обеспечения системной комплексной помощи детям с раз. Апробация основных моделей образования детей с раз. Обеспечение условий для педагогической, психологической, социальной помощи семьям воспитывающих детей с раз. Ну и реализация и проведение социальных научных проектов. Это так, наверное, официальным языком, а неофициальным, более просто и более, наверное, понятно, это наш центр работает в четырех больших направлениях. Мы проводим мониторинги разные, сейчас о них расскажу. Мы работаем с семьями детей, по которым проживаем в Ростовской области. Мы работаем с педагогами и образовательными организациями, в которых обучаются эти дети. Образовательные организации, пока мы работаем с образовательными организациями, конечно, мы хотели бы найти себе партнеров в сфере социальной защиты, в медицине, культуры, спорт. Это наша, в общем-то, цель первоочередная. И участие в акциях информационных и просветительских мероприятиях разных. Сейчас у нас немножечко более подробно расскажу о каждом направлении. Наш центр проводит очень много мониторингов. Изначально, когда это, ну, как бы, это ситуация, то есть это, там, вид деятельности, да, как бы нам было, как правильно подобрать слово, предложили, да, правильно сказали. У нас было несколько такое насторожное отношение, да, зачем эти все сведения, статистика, она вообще к чему, это какое-то лишнее дело. Но на самом деле, мы сейчас, когда включились в эту работу, мы поняли, что обладая информацией, мы можем делать так, как будет удобно для детей, родителей, ну и вообще всем, кто включен в систему работы с детьми и соотизмом. Мониторинги мы проводим в разных условиях. Мы проводим мониторинг, отслеживание, сведения по детям с РАС, которые находятся в Ростовской области и в Ростове-на-Дону. Мы проводим сбор данных об организациях, где проводятся обучения и вообще находятся эти дети, об условиях, которых там созданы для них и все сопутствующее. Ну и также о проблемах, которые возникают в регионе для организации и помощи нашим детям. Ну и вот немножечко вам о нашей Ростовской области. Она здесь мутная, но она очень большая. В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования разной величины. Это 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских поселений, ну и сельских поселений в том числе. И население у нас более 4 миллионов Ростовской области. Вот эта вся территория, вся сфера деятельности, это наша. То есть все дети с аутином, которые каким-то образом где-то проявляются, это наша. Поэтому тогда область большая. Мы, не знаю, заходили ли вы в методический кабинет, заходили, да? Это как раз то, о чем говорила Турмареевич на принадлежном заседании, если кто-то из вас был. Это как раз таки те кусты, районы Ростовской области, на которые поделена у нас условно, да, вот вся территория. Почему мы так сделали? Потому что, не знаю, сколько вы на этом останавливались, 5 зон, и за эти 5 зон отвечают 5 специалистов. То есть 5 специалистов, которые курируют работу с этими районами. Это значит, что если из какого-то района обращается родитель, педагог или специалист другой области, он автоматически переходит на связь к специалисту, который курирует этот курс. Почему? Так можно держать под контролем ситуацию в конкретном муниципалитете, в конкретном образовательном учреждении, и этот специалист, который уже получает запрос, он уже направляет в дальнейшую нашу работу, в дальнейшую индивидуальную работу с заказчиком, с человеком, который объявил запрос. И она ориентирует на того специалиста, который компетентен в дальней области. Если, например, просят помощь по разработке адаптированной образовательной программы по образовательному учреждению, то Ольга Владимировна автоматически переключает на согласование с специалистом, который занимается конкретно этой проблемой. Например, это Ирина Евгеньевна у нас, которая занимается адаптированной образовательной программой. Ну и так же основное таким же образом и происходит. У нас наши специалисты, 4 основных специалиста, которые проводят консультацию и диагностику. То есть, если запрос именно такой, то опять работа выходит на тех специалистов, которые занимаются данным направлением. Сейчас немножечко о мониторинга. Так, очень много информации надо получать для себя, для того, чтобы можно было бы правильно отводить всю работу. Мы настроены, мы хотим, чтобы у нас в идеале каждый ребенок, который где-то обучается, был у нас в некотором смысле на контроле. Для этого у нас, ну, нами разработаны такие карты, которые нам помогают работать с конкретной образовательной организацией, с дошкольным или со школьным каким-то учреждением. Значит, мониторинг, ну, если говорить о мониторинге, изначально у нас есть два больших мониторинга, которые мы подаем. Это другой айп-счет Федерального ресурсного центра, который мы подбиваем общие данные по Ростовской области. И вот сейчас мониторинг Министерства просвещения, который вот был последний летом. Это большие такие статистические данные, которые мы высылаем в запрос на муниципалитет, они нам присылают сведения. Но чаще всего сведения поступают от кого? От специалистов управления образованием, отдела образования или там, или еще откуда-то из тех структур, которые не всегда на месте понимают, насколько реальны эти сведения, насколько реальна проблема. То есть это больше статистически данные, да? Для того, чтобы нам все-таки какую-то более ориентированную помощь адресную оказать детям и их семьям, да, и специалистам, мы придумали для себя вот такую карту, ну, нам удобно. У нас два варианта, одна из них дошкольных образовательных учреждений, а другая – дошкольных. А там есть разные моменты, которые мы отслеживаем. Это год, в котором он обучался, программа, по которой рекомендована ПМФК, форма, на которой обучается, да, индивидуальная там в классе или в частичном посещении, и специальный отдел выполнения рекомендаций ПМФК. То есть чаще всего что пишут нашим детям, да? Занятия со специалистами, там, конкретными какими-то, направления работы, которыми будет заниматься этот специалист. И, пожалуйста, в отчетке. И что там еще может быть? Предоставление, например, фильтра. Мы просим указывать эти данные нам в этой таблице. Мы заранее говорим о том, что информация не пойдет никуда далее. Мы даже просим, чтобы детей шифровали имя, там, точка, фамилия, или и, точка, фамилия, там, точка, чтобы, ну, родители не переживали, естественно, не смотря на то, что мы им проговариваем, что это данные только лично для нас. Они действительно только для нас. Если мы подаем какие-то сведения, мы даем ни в коей мере без названия образовательного учреждения и без имен. Значит, мы просим их, ну, чаще всего вот эти мониторинги собираются уже в более наличном каком-то контакте со специалистом, который курирует, ну, эту область, да, этот куст или, да, это муниципалитет. Мы просим их все-таки указать более реальные сведения, потому что, ну, мы понимаем, для того, чтобы мониторинг какой-то прошел, заявился он на официальном уровне или где-то, многие учреждения, они немножечко прикрывают какую-то информацию, которую они бы не хотели бы афишировать. Поэтому вот в данном случае чаще всего на специалист звонит и говорит, нам это нужно для того, чтобы мы могли помочь вам и вашему ребенку. И поэтому, конечно, мы настроены на то, что этот личный контакт, он иногда действительно дает более реальные сведения, которые нам нужно получить. Что тут еще в этой же таблице? Обученность специалистов. То есть у нас есть специалист, но он абсолютно не имеет представления, как работать с этим людям. Или этот специалист прошел курс повышения квалификации перечисленных и наши обучающие семинары, которые мы проводим, или кто-то проводит еще. То есть нам эти сведения очень важны. Во-первых, насколько готов педагог к работе, насколько готово учреждение, потому что к ним приходят эти дети. И мы уже можем реально какую-то помощь оказать этому адресату запроса. Такая же у нас похожая есть табличка на дошкольное обучение детей дошкольного обучения. И в общем, потом, в результате, да, это выливается вот примерно вот в такой таблице. Она очень большая. Она, если мы ее раскладываем, то мы ее раскладываем на несколько столов. Она у нас, конечно, в электронном виде, потому что у нас нет необходимости ее распечатывать. Но мы можем узнать, если нам нужна информация по какому-то дошкольному образовательному учреждению, например, есть запрос на то, что у нас совершенно не обучены специалисты. Мы в таком-то, таком-то детском саду. Мы находим свою сводную таблицу, щелкаем по тому же самому детскому саду и видим, какую информацию они нам заявили, и говорим, что все-таки, наверное, у вас есть этот психолог, который проходил какие-то наши мероприятия обучающие. Ну или ситуация может быть совершенно разная. То есть, как бы, это очень рабочая вещь, она очень нужная и очень полезная. И мы очень часто, мы поняли, насколько хорошо, насколько важны вот такие адресные мониторинги. Когда мы собрали по вот этим дошкольникам, по школьникам, у нас есть еще те дети, которые нигде не заявлены, да. Чаще всего мы обращаемся по ПМС-центре, в которых есть информация о детях, которые у них находятся. Ну, например, не получают никакого образования. Мы к ним обращаемся. Тут у нас тоже есть специально отдельная карта запроса на ПМПК, на ПМС-центре. И они нам дают информацию о тех детях, которые не вошли в эти мониторинги, то есть нигде больше не учтены. Мы понимаем, что это примерные данные. То есть это все очень условно, но основное направление это все равно дает. И если говорить о том, о тех результатах, которые мы, вот в результате того мониторинга, о котором я вам сейчас рассказывала, вот вы можете увидеть в диаграмме, да, по результатам мониторинга, которые мы проводили. В декабре у нас было выявлено 536 детей, вот в декабре 17-го года. И в июне 2019-го уже мы определили 851 человек. Ну, опять же, все эти сведения мы все прекрасно понимаем, но очень условно. И это те дети, которые каким-то образом, ну, проявились в каком-то учреждении, либо образовательном, либо в ПМС-центре. То есть мы знаем, что многие родители просто не хотят решить какие-то свои, там, свои особые условия, да, которые могут потом чем-то им там грозить, по их мнению. Опять же, по результатам тех мониторингов у нас, вот на данный момент, мы выявили 196 образовательных организаций, которые ведут работу в Дедни СРАС, 82 из них системы здравоохранения и 19 социального обслуживания. Ну, это только те, естественно, образовательные учреждения, которые нам о себе заявили. И вот на сегодняшний день, данный на июнь 2019-го, у нас из вот того общего количества 751-го ребенка есть 7 человек детей из ранней помощи, в дошкольных образовательных учреждениях 167 человек, ну и остальное вы тоже видите. Мониторинги, вернее, результаты мониторинга мы на самом деле очень часто используем. Очень часто нам нужны какие-то сведения для того, чтобы правильно организовать свою работу, например, при планировании проведения образовательных учащих мероприятий в каком-то определенном городе или в кусте, о котором я вам тоже говорила. Следующим, вторым направлением нашим основным, это работа с семьей, с семьей детей, которые воспитывают детей с РАС. Направление, которое, если я не буду сейчас на них сильно остановиться, то уже более подробно будут говорить наши специалисты, это диагностика детей с РАС, консультация родителей, чаще всего здесь вопрос именно об индивидуальных консультациях, организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с РАС, это вот как раз то, о чем говорилось, это в 2017 году у нас был год, когда мы проводили индивидуальные занятия для детей, у которых не было никакой помощи дополнительных специалистов в образовательных учреждениях. Ну, сейчас за год мы вышли на подготовленные центры, мы передали своих детей, с которыми мы занимались, нашим центром городским и областным, и достаточно успешные опыты есть, которые мы уже отслеживаем. И еще один вид работы с семьями, обучающая группа для родителей, в том числе программа «Ранняя пташка», которая разработана Национальным обществом аутизма в Великобритании и адаптирована для России фондом «Обнаженные сердца». Обучение по этой программе дает право на проведение этих тренингов, там есть специальная лицензия, которая выдается на это, то есть каждый специалист, любой специалист не может проводить эту программу. Там есть особые условия для ее проведения, там наполняемость количества групп, детей, вернее, родительских, родителей. И тоже есть нюанс в форме, в том числе, домашнего визитирования. В прошлом году у нас прошла первая наша группа, мы с Ольгой Владимировной явили, мы обучились на этот курс. Он был абсолютно бесплатный, это очень мощная такая терапевтическая в том числе группа. После этого наши родители у нас постоянно на связи и отзывы, которые мы транслировали, конечно, очень оптимистичны. Для нас мы, вот этот отклик и результативность, она просто, наверное, даже не 100%, а 250% то, о чем даже мы не подозревали. Но это вот именно программа «Ранняя пташка». И еще у нас запланирована также родительская группа для детей сейчас пока нашей школы, которые обучаются в нашей школе, но имеют детей с аутизмом. В следующем году мы хотим такую же группу сделать, немножечко взяв за основу программу «Ранняя пташка», какие-то очень хорошие базовые моменты. Мы ее, конечно, переработаем и простроим уже немножечко более адресно для тех запросов родительских, которые мы получаем. Это будет открытая группа, которую мы будем проводить, и тоже наши с родителями Ростова и ближайших областей. Следующее направление – это проведение значимых акций и проектов информационных. Мы участвуем активно во всех мероприятиях, форумах. Акции, посвященные 2 апреля, мы проводим сами, включаемся в проведение другими организациями. Мы помогаем рассылкой материалов, помогаем наполнять вот эту информационную базу того, чего будут специалисты, люди рассказывать нам в этих мероприятиях. Мы провели за время нашей работы 2 больших фестиваля «Краски жизни», которые мы подсмотрели идею в Москве, нам очень понравилось. И мы сейчас проводили фестиваль на базе нашей публичной библиотеки. Если в первый год у нас было не так много людей, а пришли, то второй год мы… Количество людей, которые посетили этот фестиваль, оказалось совсем для нас неожиданно больше, увеличено в несколько раз. А там родители имеют возможность познакомиться между собой, во-первых, посмотреть на организации, которые работают с детьми, сразу образовательные, медицинские, какие-то центры, где проводятся занятия, как платные, как бесплатные. То есть это очень хорошая вещь, которая достаточно хорошего отклика у родителей и общественности показывает. И из акций, тоже, да, к вопросу по социально значимых проектах. Вот в прошлом году мы, приуроченных 2 апреля, провели такой пробный урок, он называется «Толерантность», мы, честно, не придумали на тот момент ему другого названия. Это был просто выход наших специалистов в группу детского сайта, где есть ребенок с аутизмом. И наши специалисты провели там мероприятия с показом мультика о том, что дети все разные. Ну и много было всяких интересных для детей таких моментов. Мы тоже пошли на ура, проработали эту ситуацию с перегогами. Возможно, можно было бы пойти дальше, каким-то образом подключить к этому родителей. Но этот момент этого мы не сделали, мы себе в копилочку эти идеи взяли. И в следующем году, в этом уже году, мы хотим проводить, ну, назвать таким проект, вот, урок толерантности. Возможно, у кого-то сейчас будут красивые идеи для его названия этих уроков. Мы хотим наших специалистов в выборочные школы и детские сады, с которыми больше у нас взаимодействия, с которыми у нас есть какие-то уже общие дела и общие там направления работы. Мы хотим эту идею продолжить. И если, когда мы будем работать со школьниками, мы хотим, чтобы выходом у школьников была разработка каких-то проектов, которые они смогут предложить для, ну, возможно, для создания каких-то условий для детей, для других детей. Для, возможно, это будут какие-то общие мероприятия, куда могли бы проводить дети и включать тех, кто, ну, не может по каким-то своим возможностям посещать их, в общем, да, просто. Так, и следующее в нашем направлении. Если о работе с семьей мы не сильно останавливались, у нас это будет более подробно, рассказ об этом. И мы перешли, в общем-то, к конкретно работе с педагогами. Работа с педагогами у нас идет тоже в нескольких направлениях. Это индивидуальные консультации, когда есть какой-то определенный запрос у специалиста, он не знает какой-то там, ну, какой-то конкретный у него запрос. Это индивидуальная консультация со специалистами. И также мы работаем по сопровождению организаций, которые оказывают помощь людям сразу. Мы проводим мастер-классы, помогаем в разработке коррекционно-развивающей программы организации в рамках инклюзии и создания особых условий. Сейчас об этой работе, так как это основная наша тема, мы поговорим более подробно. И одним из направлений также организация проведения обучающих мероприятий нами и привлечения других более грамотных специалистов в какой-то области к проведению их для нашего региона. Ну, лично нами, да, статистика по 17-18 и прошлому году, проведение нашими специалистами обучающих семинаров, конференций круглых столов, вы видите. В прошлом, позапрошлом году у нас было всего два. В прошлый год мы, собрав все запросы, необходимость у нас в обучающих мероприятиях было значительно больше. Участие с предоставлением опыта в мероприятиях регионального, федерального и международного значения. И способствование обучению специалистов современным методом оказания помощи детям сразу, их семьям. То есть это то, когда мы находим тех специалистов, которые запрашивают наше педагогическое сообщество, да. То есть основные запросы мы ищем. В прошлом году у нас был очень хороший семинар, специалисты с федерального ресурсного центра проводили обучение по тютерству. У нас обучилось более, не более, наверное, 100 человек из области по этому направлению. А позапрошлом году мы приглашали специалистов из федерального ресурсного центра Псков по детям с тяжелыми множественными нарушениями. И у нас был семинар, который организовал наш солнечный мир. Мы тоже привлекали наших педагогов, которые работают в области, да, с такими детками. Конечно, мы сами обучаемся на них на всех. Мы были практически на каждом обучающем семинаре, вот только кроме без последнего, который проводит федеральный ресурсный центр. Мы активно изучаем информацию, которая есть на сайтах фонда «Выход», других фондов, которые сейчас коллеги мне, может быть, напомнят. Фонд «Я особенный», он, по-моему, Екатеринбург, да? Очень хорошие обучающие семинары, вебинары. Они изначально были разработаны для родителей. То есть очень доступные, вот я уже вижу, коллеги тоже его, видимо, слушали, да, как бы тоже знают об этом фонде. Там очень хорошее обучающее мероприятие, вебинары рассчитаны на родителям. Специалистам это просто бесценный опыт послушать о том, как об этом говорят люди, которые имеют такой опыт уже многолетний. И знают какие-то определенные моменты, которых, в общем-то, еще не знают все те, кто работают с этим меньше. И сейчас мы перешли как раз, сейчас я посмотрю время, у нас сейчас будет обед, ну, у нас еще есть две минуточки, тогда, пожалуй, наверное, все-таки вот этим я и завершу. А мы сейчас с вами перейдем после нашего большого перерыва как раз-таки к сопровождению нами организации Ростовской области. Немножечко об алгоритме, да? Когда мы получаем какой-то запрос от образовательной организации или от конкретного педагога, иногда это все начинается именно так. Мы получаем обращение запрос, и специалист, который, ну, вот тот курирующий, который определенный куст или муниципалитет, он обрабатывает запрос и выходит ко специалистам ресурсного центра на обсуждение, на этап анализа, определение вообще стратегии дальнейшей нашей работы с вот этим запросом. Направление у нас, кроме видов формы работы, у нас две. Либо специалисты, которые мы будем оказывать какую-то помощь консультационную, приезжают к нам, либо мы выезжаем в учреждение. У каждого из этих видов есть определенные плюсы, есть определенные минусы, да? Если специалисты приезжают к нам, ну, они, конечно, приезжают с описанием с полнейшим, там, проблемы, запросы, ситуации, которые там есть. Возможно, и с предоставлением видеоматериалов, ну, конечно, документация. Причем, плюс того, что они приехали к нам, они могут пройти, посмотреть, как это происходит у нас, да? И какие-то идеи, возможно, подчеркнуть для себя. Когда мы заезжаем в организацию, иногда на месте всплывают такие вопросы, которые даже, ну, человек, специалист, который работает, даже не задумывался. Вот последний, как бы для меня очень интересный такой пример, личный. Когда мы приехали на домашнее инвеститирование к одной из нашей маме, которая рассказывала о том, что у нее, да, у нее все очень хорошо, у нее есть возможность заниматься с ребенком, у нее есть отдельное место для этого. Почему-то вот все идет не так, ребенок никаким образом не может, невозможно его усадить. Если он там в школе занимается, если он где-то у другого там учете занимается, а у нас нет, у нас все для этого есть. И мы пришли, вот Солья Владимировна, как раз к ним в семью, и увидели прекрасный стол, на котором была прекрасная скатя, такая клеенчатая. Там были какие-то чудесные цветы, сервис, груши, яблоки. То есть перегрузка сенсорная мощная. На этом столе не было видно, конечно, никакого материала, которое она пыталась ему предложить, да, для работы, для занятий, для игры. Это просто был какой-то сплошной фон, который виден в глазах, и у нас мгновенная сенсорная перегрузка выступила. Поэтому мы очень понимаем, что ребенку в такой ситуации заниматься практически нереально. И, возможно, мы бы этого никогда не узнали, пока не увидели своими словами, своими глазами вот этих вот моментов, о которых, естественно, вам бы никогда не проговорила, потому что она об этом, в принципе, даже никогда не задумывалась. Такая же история бывает, когда мы выезжаем в образовательное учреждение. То есть бывают моменты, на которые специалисты просто никогда даже не обращают внимания, потому что они никогда с этим не спалкиваются. И когда мы уже определили вот эту стратегию, мы или они к нам, чаще всего, на самом деле, бывает такое совмещенное. Изначально приезжают нам специалисты, озвучивают запрос, мы смотрим материалы, которые они нам предоставляют. И, ну, в идеале, все-таки мы выезжаем к ним в образовательное учреждение и какое-то взаимодействие устраиваем. Ну, там уже дальше по запросу, да, и по тому, какие цели мы хотим, какие результаты мы хотим увидеть. В результате, это сейчас у нас такой алгоритм, да, схематическое понимание, как это все происходит, мы будем понимать, что мы должны. Либо мы оказываем методическую помощь какой-то специалисту, даем какие-то общие или какие-то конкретные рекомендации, если был конкретный запрос, или если какой-то момент, который мы увидели уже в процессе анализа всей этой работы. Либо мы составляем программу коррекционной работы, помогаем в ней составить программу коррекционной работы. На самом деле, это так схематично, понятно, что это все исходит из конкретной ситуации. Мы чаще всего, ну, иногда запрос бывает один, а в результате получается, что на самом деле специалисту требуется совершенно другое. И об этом мы будем говорить сейчас подробно после второй половины дня. И, конечно, в результате мы проводим, ну, вернее, так скажем, мы стараемся провести этот отсроченный мониторинг. То есть посмотреть, насколько все то, что мы порекомендовали, выполняется, насколько то, что мы порекомендовали, оно вообще действует или не действует. Ну, и вообще стараемся контролировать, как бы не отпускать эту ситуацию подальше. И вот основные виды запросов, мы там сейчас с вами как остановимся, которые получаем мы именно от образовательных учреждений. Это запрос на методическую помощь какую-то, по большому, ну, как бы, большой, большое количество, да, пласт-запросов на методическую помощь. А запрос на консультационно-диагностическое сопровождение или мы его называем «Я не знаю, что мне делать с ребенком». И третий вид запроса – это работа с родителями детей с аутизмом или «Я не знаю, как работать с нашими родителями». Мы об этом с вами поговорим после обеда. Детий вид запроса – это работа с родителями детей с аутизмом или «Я не знаю, как работать с нашими родителями». Значит, круг лиц, который у нас может получить методическую помощь. Это образовательные организации. Если вы посмотрите сероватым, вы видите, это достаточно, как бы, пока маленький еще процент обращений. Основная масса – это педагоги из общеобразовательных учреждений. В основном раньше было школьного, теперь уже также и дошкольники. Вот. И родители. Родители тоже на самом деле, как оказывается, ну, если это мы подразумеваем, оказываем методическую помощь какую-то, когда приходят родители и советуются. Вот нам написано в МПК, да, мы, например, лучше пройти, что нам нужно сделать и так далее. То есть мы оказываем помощь, но, своего рода, это методическая помощь. И три большие направления работы – это создание условий, это организация образовательного процесса и разработка и организация содержательного раздела АОП, который будет, как бы, АОП, который будет подразумевать очень много таких вот направлений, как раз таких практических, которые необходимы для организации, и в частности, вот для педагога, который не будет такого ребенка. В первом направлении очень частый запрос – это нормативно-правовой базы обеспечения реализации в ГОСНО, обучающихся с УМЗ. То есть просят там ссылки, где можно взять действительно на федеральные законы, на приказы, на письма, например, такой вот из вариантов, как, например, на базе нашей школы вы смогли вывести столько много правок, допустим, психологов, да, или логофейдов. Мы говорим о том, что есть письма 15, да, которая говорит о том, что на ставку логопедов-дефектолога будет там 10 или там как-то 12, будет 20 детей на ставку логопеда и так далее. И как делала это наша директор в свое время, она брала все заключения ПМК, где были прописаны эти специалисты для детей, независимо от того, вот здесь расстройствами аутистического спектра, или первый или второй вариант, брала вот это вот письмо и шла вот фактически как бы мы, добивалась, чтобы открывали эти ставки. И мы говорим о том, что в основном мы пользуемся такими вот, ну, как-то проверенными. Не то, что мы там скачали где-то письмо на сайте какой-то школы, а именно вот консультант плюс реестр примерных основных образовательных программ и так далее. Также первое из направлений это рекомендации по созданию образовательной организации условий. Ну, как бы вот кадры решают все, да, на самом деле. Когда такой ребенок приходит, организация должна обеспечить всеми этими специалистами. И у этих специалистов, причем это не только, допустим, педагоги, но и также залучи, они должны пройти соответственную переподготовку. Сейчас очень много различных организаций, которые оказывают помощь, грубо говоря, в покупке просто, допустим, диплома. Мы иногда советуем, вернее, не иногда, а всегда советуем действительно, где можно пройти после переподготовки, не только для галочки, но и действительно, чтобы педагог вообще знал, как он должен работать и из какой категории детей он работает. Вот, также здесь получается, что просят, допустим, сам вот такой вот запрос, должностные инструкции тела, да, потому что ставки эти появляются, что входит, какая нагрузка и так далее. В принципе, есть его стандарт, и там мы можем все это увидеть. Также к этому направлению относится материально-техническое обеспечение, да, это пространство, это временной режим, это предметно-разбивающие среды, в частности, вот визуальная поддержка. Это организация рабочего места, не только, допустим, педагога, но и ребенка. А это сенсорный комфорт, какие-то технические средства, которые нужны, вспомогательные средства, например, поощрение, система административной или дополнительной коммуникации. Вот, и обеспечение специальными учебными пособиями. Ну, я сюда еще добавила адаптацию учебного материала, потому что даже вот один из таких был вопросов, к нам приходила семья на консультацию, папа ходил в магазин и просил, чтобы ему продали учебники по варианту 8.2. Там, естественно, ему не могли их продать, и когда мы ему говорили, что нет таких учебников, что вы занимаетесь по программе такой-то, и ваш педагог адаптирует, но, как оказалось в разговоре, что на самом деле там действительно педагог делает правильно, он адаптирует этот материал для ребенка, то есть он ему не выкладывает учебник, например, там, чтение, а дает какие-то там вот листочки. Ну, они как это пренебрежительно сказали. Вот, она какие-то там листочки из интернета распечатывает, вообще, что она... Ну, как бы, родители тоже не понимают, и мы должны об этом педагоге говорить постоянно, что мы адаптируем этот материал вот сейчас немножко, а потом, когда-то мы будем стремиться к тому, чтобы ребенок, когда перейдет в среднюю школу, будет уже работать по учебникам, ну, которые не для этой группы детей. Следующее направление – это организация образовательного процесса. Вот здесь как раз-таки требуется эта методическая помощь для родителей, когда родители приходят, и они не знают, по какой модели будет ребенок подключаться. Они спрашивают, по какому учебному плану, что такое индивидуальный учебный план, ну, и какие варианты, допустим, вариант 8.1, чем он отличается, вариант 8.3, где мы можем получать это образование. Либо только в специальной коллекционной школе, либо, допустим, по месту жительства, инклюзивно. Вот. И, конечно, самая большая, как бы, работа именно организации, когда они знают, по какому учебнику идет ребенок, это мероприятие по подготовке образовательной организации. То есть это ресурсы, это какие-то кадры, какие-то материальные, технические, нормативные документы, условия. Если, например, есть регионы, там, региональный ресурсный центр, это повышение уровня квалификации педагогов, это, возможно, сетевое взаимодействие, которое, как бы, конечно, оно в идеале, но на самом деле, как говорят в практике, заучить директора, это, вот, точки зрения финансирования, очень проблематично, потому что не может, допустим, ППМС-центр предоставить дефектолога вообще образовательной организации, говорит, почему бы тогда будет, или, допустим, дети будут приходить, а как же наши дети будут, ну, то есть, вот такие вот вопросы, которые, они, конечно, как бы, в идеале должны быть вот так работали, но на практике, получается, очень умеем, как бы, совсем по-другому. Вот. Формы организации обучения ребенка, да, например, опять же, тоже, когда сказали маме, что ребенок будет заниматься программом 84 на национальном обучении, мама сказала, не, не, вообще никакой социализации, ничего. Когда мы поговорили с педагогами, и они сказали о том, что вы будете индивидуально заниматься, то есть, уже вот другая формулировка, да, и мама сказала, да, да, конечно, сказали, что будут с вами заниматься учитель, который будет вести вашего ребенка, вы будете по мере возможности ребенка приводить в школу на, сначала, индивидуальные занятия, коррекционные, внеурочные, внеурочные, здесь уже совсем, как бы, по-другому пошла ситуация. Самые достаточно частые вопросы – это разработка АОП для того или другого варианта, ну, такие вот, как бы, возмущения, да, у нас один ребенок только по варианту, вот, для него сливают, что мы должны для него разрабатывать, разрабатывать АОП. Да, и в этой случае, как бы, обычным школам им труднее, потому что тут может прийти весь спектр детей, вот, нам, как бы, легче. Мы разрабатываем только четыре, допустим, варианта, и это очень большая работа, а для таких школ это вообще, я не знаю, колоссальный деталлический труд, вот, потом на основе АОП необходимо разработать ребенку АОП. Либо, если, допустим, так, как делается у нас в школе, да, у нас психолого-педагогическое сопровождение, мы сопровождаем всех детей, и всех детей сопровождаем мы с УЗМИ, зависимое, это ребенок раз, или у него, допустим, какие-то другие нарушения, вот. Также вот с учебным планом, особенно если учебный план индивидуальный, да, нужно выдержать вот этот вот минимум, вот, очень часто не выдерживают, и, как правило, родители в данной ситуации более осъединивленными, чем, допустим, педагоги, и говорят о том, что минимально 21 час, да, там, плюс еще 10 часов коррекционной работы, и вот многие жалуются, чтобы мама пришла, сказала, 31 час, ну, это положено, чтобы вы занимались, вот. Ну, это положено действительно, и мы не имеем права, ну, как-то там, сокращать это, вот. Вот. Третье направление – это рекомендации по разработке и реализации содержательного раздела. Это мы как раз учебы, я говорила, это разработка ООП, или психолого-педагогического сопровождения, разработка рабочей программы по учебным предметам, я еще не добавила сюда коррекционным курсам, вот, и разработка специальной индивидуальной программы развития. Ну, разработка СИПР, спасибо большое ФРЦ Псков, они облегчили задачу всем педагогам, и мы очень, ну, как, проводили очень много семинаров, говорили всегда, что вот здесь, вот, просто шикарно все сделано, ты просто пробиваешь, пробиваешь, и получается все индивидуально. Вот. Конечно, первый год, когда у нас были эти дети, мы прямо вот вручную практически взяли вот это письмо, и какие все набивали, это был, конечно, колоссальный тут. Сейчас достаточно просто понажимать, выбрать, и, как бы, все получается замечательно. Самый такой вот распространенный вопрос, это мониторинг сформированности либо универсальных учебных действий, либо базовых учебных действий, если это вариант 83, вариант 84. Они, ну, вернее, как у меня нет, значит, педагоги и организации, они не знают, они всегда хотят, как бы, взять то, что есть у нас. На самом деле мы говорим о том, что в примерных вот этих программах там все на самом деле прописано. Вы выбираете то, что вам удобно, и либо вы можете что-то изменить. Вот, например, мы для себя делали по стеке несамостоятельности, для варианта 2, для варианта 84. Разработали, утвердили локальным актом, и когда приходил к нам в Росуправнадзор, как бы мы показали, что почему вы, допустим, так вот оцениваете, ну, пожалуйста, документ. То есть, в принципе, вот это говорится в законе о том, что мы этот мониторинг сформированности можем разработать для разных детей, и будет у нас локальный акт, и то есть, и все правильно делаем. Еще тоже такой из вариантов, очень спрашивают 84, как оценивается, какие ставятся оценки, и особенно, если, допустим, ребенок не усваивает какие-то академические знания. Идяется ли это оставление на второй год, да? Мы говорим о том, что академические знания индивидуально будут быть вообще не иммунизированы, и на самом деле будет его динамика в продвижении с года в год. Мы сравниваем конкретно с этим ребенком, так что вариант 83 и вариант 1. То есть мы не будем как-то там вот, хотя для варианта 83 есть минимальный и достаточный уровень, на который все-таки ребенок в начальной школе должен выйти. И обучающий семинар, который мы проводили, Оксана Экина немножко говорила, это практика ориентированных семинаров для специалистов образовательной организации. Это организация взаимодействия в системе сопровождения образования детей с РАС в Ростовской области. Это был установочный семинар для специалистов базовых учреждений. базовых учреждений, это вот в каждом пусте есть какая-то школа, да, и несколько школ, в которых в принципе, как бы, ну, в идеале будут обратиться специалисты. Также разработка и реализация АОП, НОО «Обучающий кракурс». Именно было несколько, у нас 5 пустов, было 4 семинара. И особенности разработки рабочей программы по учебным коррекционным курсам для детей с РАС. Это проводилось, я не знаю, сколько много раз. И на самом деле, даже вот в этом учебном году у нас уже поступают, как бы, заявки на то, чтобы мы проводили. У нас наверняка будет, как бы, даже в любезны, потому что область большая, и не все, допустим, специалисты могут приехать. Но, к сожалению, отказали, как бы, многим. Мы думали, что будет немножко больше, как бы, людей из Российской именно Федерации. Но мы обязательно вот эти вот все наши секции будем регулировать, ну, в два раза. Вот. И семинары для специалистов по ПМС-центру. Это психофизические особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра. Потому что иногда все говорят, да, мы все знаем, что нам такой семинар, он, как бы, не очень нужен. А потом, как оказывается, что какие-то есть такие нюансы, и мы там прочитали, и мы не то имели в виду. И диагностическое обследование детей с рас. Это, как бы, наиболее такой вот животрепещущий вопрос, да, как проводить диагностику, потому что на основе диагностики может там составлять дальше программу коррекционной работы. И эффективные подходы, технологии приемные, используемые в коррекционной работе с детьми рас. Конечно, по результатам анкетирования все хотят больше, как можно, мастер-классов, что-то такого практического. Потому что, если это ты можешь почитать, да, это можешь видео как-то где-то посмотреть, мне всегда понятно, для чего, как бы, это видео, и что вы хотели вообще показать. Ну, и вот полезные ресурсы для организации. Мы всегда говорим, что ауфизм в ВРЦ, спасибо вам большое, у вас столько много методических. И вот сегодня спросили, где можно быстрить, и мы всегда говорим, что это нужно скачать на сайте. В общем, доступ, там, наверное, уже миллион скачиваний. Но это вообще очень-очень здорово, и если бы этого не было, то, наверное, работа наша была бы вообще как слепой котенок в комнате. У МК СИПР, у них не только здесь есть именно конструктор СИПР, но у них есть примерные программы, какие-то есть тяжелые, может быть, нарушения, вариант 8.4, тоже к ним относятся. У них есть здесь примерные локальные акты, вообще тоже большое им спасибо за это. Центр «Наш Солнечный мир». Тоже много записей в вебинарах, так же, как и на ФРЦ, РАС, где можно посмотреть. Они предлагают стажировку, как бы, ну, платную можно привести организации. И просто стажироваться. Это Москва, и очень тоже, конечно, большой опыт. Это отформит выход. Тоже очень много, что нужно как-то взять. Причем не только, допустим, родителям, но и специалистам в том числе. Очень много, вы знаете, что социальных акций проводятся, и как-то они информируют. Потому что на самом деле информирование у нас вот только в последнее время стало достаточно более высокому уровню. И сайт «Особое детство» — это проект Центра лечебной педагогики. Вообще, на самом деле, обучение, то есть, не расстройствами аутистического спектра, первый раз на Санкт-Петербурге, посещали именно Центры лечебной педагогики. И тогда вот как бы мы получили уже первые не только теоретические, но и практические знания. В 2013 году, да, это было в 2012 году. Тогда уже у нас тоже была участковая площадка, что у нас были дети сразу, но тяжелые, может, не нарушили нам. АКПП — Ассоциация родителей и специалистов. Очень много, очень много чудесных материалов, которые действительно мы берем и работаем с ними. И советуем не только специалистам, но и родителям, потому что все-таки в большей степени взаимодействуют с детьми родители. Специалист там определенное какое-то время, а родители должны обязательно прислушиваться, работать, самостраиваться вместе с ребенком, с педагогом, и тогда будет более плодотворная работа. И вот программы, методики, работа с детьми, имеющими расстройство аэтистического спектра, те, которые мы как бы советуем. У нас прикладной анализ поведения мало кто обучен, но естественно, как бы используем. Мы не говорили никогда о том, что мы сертифицированные специалисты. Но это не говорит о том, что мы не можем как бы поменять свои практики. Программа «Флоттайм» у нас на 31 курсе обычно 8 человек. Сенсорная интеграция, очень хорошо социальные истории работают, используем с детьми обязательно. И развитие речи, эротичных детей, любимой. Наши логопеды и дефектологи тоже. Спасибо. Спасибо. Сейчас наши специалисты Мария Викторовна и Ольга Владимировна будут рассказывать выступление свое. У них будет с отключением видеоматериалов. Поэтому, прошу, без фото. Хорошо? Мы уже на этом говорили. Мы на всякий случай встретимся в следующий раз. Мы сегодня хотим продолжить по опыте регионального ресурсного центра по организации сопровождения организации в Соколской области нашей большой. Железная Альгеневна рассказала о первом запросе, с которым приходят, чаще всего к нам это методическая помощь. Мы сегодня расскажем о втором еще запросах, с которыми люди к нам приходят. Запрос 2 мы его называем «Я не знаю, что мне делать с ребенком». От кого мы можем получить такие запросы? Можем получить как от специалистов, которые работают с такими детьми, соответственно, так же и от родителей. Здесь есть своя специфика. Например, если родители приходят с такими проблемами, как «О, ребенок плохо себя ведет, он меня не слушается, он не понимает меня, плохо разговаривает», то специалисты смотрят немножко с другой стороны. Я не знаю, как мне написать, не слышать инструкции и другое. Что мы можем предложить нам нашего центра? Это консультация с общими рекомендациями. Мы всех абсолютно приглашаем к нам на консультацию. И в зависимости от запроса смотрим, должна ли дальнейшая диагностика ребенка, или может ограничиться только в своей одной консультации, в зависимости от запроса. После консультации мы даем такие общие рекомендации. Если уже нужны конкретные рекомендации, мы приглашаем на диагностику. И диагностику мы можем предложить нашу диагностику внутреннюю, можем предложить Apple's и Vivium App. На самом деле, для повода Apple's и Vivium App хочется сказать, что мы только сейчас начали ее активно изучать. Семь специалистами ресурсного центра мы очень хотим ее применять, потому что она достаточно хорошая. И это оценка базовых речевых коммуникативных навыков. И с помощью нее можно построить такую индивидуальную программу развития, которая поможет в обучении ребенка с аутизмом. Мы чаще всего от нее отказываемся, потому что она очень объемная. И тремя встречами, на которые мы приглашаем родителей с детками, она не ограничится, конечно же. А возможность, если мы у всех ездим к нам достаточно часто, чтобы проводить такую большую диагностику. Мы предлагаем нашу диагностику. Длительность ее 3 встречи. Возможно, и мы приглашаем на несколько еще встреч, если же мы что-то не смогли продиагностировать, или же у нас остались какие-то вопросы. Длительность одной встречи это третий момент или же один час. И это все очень индивидуально, в зависимости от состояния ребеночка и его возможностей. Первая диагностика это у нас диагностическое наблюдение, на котором мы можем посмотреть, как ребенок ведет себя в новом помещении, как он взаимодействует с абсолютно незнакомыми ему людьми. Можем посмотреть, вступает ли он в контакт, владеет ли он своим телом, ориентируется ли в пространстве. Можем даже на первой же встрече посмотреть некоторые навыки самообслуживания. Например, как он заходит к нам в коррекционный блок, снимает ли он сюда сам козлочку, шампу, сможет ли переобуться самостоятельно и другие монеты. С этого года мы стали предлагать родителям снимать все наши диагностические встречи и брать с них, конечно же, разрешение на это. Мы вам объясняем, для чего нам это нужно. Первое, это на абсолютно всех диагностических мероприятиях у нас не могут сразу присутствовать все специалисты. Кто-то диагностирует ребенка, кто-то общается с родителями или же со специалистами, в лучшем случае, когда мы вместе с педагогами к нам приезжают, такое бывает, это очень хорошо. Остальные специалисты диагностируют ребенка. Чаще всего это логопед, психолог и директор. Для чего нужна видеосъемка? Чтобы те специалисты, которые общаются с родителями, могли тоже посмотреть на ребеночка по видео и в дальнейшем участвовать в написании заключений или рекомендаций. Также видео поможет, может быть, увидеть те моменты, которые непосредственно при самой диагностике мы не посмотрели или, может быть, даже не обратили на это внимание. Видео поможет в дальнейшем, так как родители к нам могут приходить не один раз. Они могут, например, обратиться к нам в этом году, а потом прийти к нам через год. Мы можем также включить видео, вспомнить ребеночка, вспомнить, с каким запросом приходили родители и уже ждать его с готовым материалом. И также можно с помощью видео отследить динамику ребенка спустя какое-то время. На консультации мы берем запросы, как родители, так и со специалистов. У карточки запроса у нас выглядят примерно так. У них есть немножечко различия, которые для родителей, которые для специалистов. Но в основном здесь написаны данные, фамилия, имя, отчество, данные ребенка. Какую организацию посещает ребенок, это дошкольное учреждение или же школа. Чем он еще дополнительно, где он занимается. Может, это какие-то ПГМС-центры, может быть, это какие-то частные центры. Какие процедуры проходят. И самое главное, это запрос. Какой проблемой к нам обращаются, к родителям, так и со специалистам. И хочу, хотим вам показать нашу диагностическую карту. На самом деле их было у нас очень много. Мы не могли прийти к такому. Пробовали одну карту сначала, потом ее переделывали, пробовали другую. Вот сейчас мы остановились на вот такой диагностической карте. При составлении данной таблички мы опирались на методику Эйблс и на методическую разработку ШВРЦ. Она у нас получилась не очень большая. За три встречи, в принципе, если это ребенок с сохранным интеллектом, мы ее полностью все проходим. Если же нам нужно еще дополнительное время, мы приглашаем еще на диагностическую встречу. И какие мы тут сферы можем рассмотреть? Это оценка речевых навыков, оценка способности понимать обращенную речь, оценка экспрессивной речи, навыков вербальной коммуникации. Это сфера навыков имитации, оценка навыков самообслуживания, игровые навыки. Также мы можем посмотреть проблемное поведение, сенсорную сферу, социальное взаимодействие, учебный стереотип, познавательную сферу, эмоциональную и пространственное представление. Делаем мы пометочки вот справа, большое поле для заметок наших. И на основе данной диагностики мы пишем коллективно заключения и дальнейшие рекомендации. Хорошо, это наша табличка, которую мы используем. Используем это хорошо, когда ребеночек приходит более-менее с охранным интеллектом. Но бывает так, что дети к нам приходят с достаточно проблемным поведением, умением с охранным интеллектом. И тут, чтобы вообще заполнить эту табличку, нам надо сначала хотя бы какой-то контакт с ним навали. И мы хотим вам показать видео, на котором ребенок достаточно с проблемным поведением, он особо не идет на контакт. И у нас обучены есть специалисты в базовом уровне флуорта, и как он с ним взаимодействует. Это вот одна из первых встреч, когда еще нет контакта с этим ребенком. Ну, мы сейчас все увидим. Привет! Сажай! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В процессе работы как это может быть по-другому Собственно, почему мы решили показать вам именно это видео Потому что очень часто к нам обращаются специалисты и говорят Ну вот он ничего не хочет Ну вот я вот сколько не работаю, ничего не получается И что вообще вот делать с ребенком, который не идет на нога Вы как-то можете наблюдать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну то, что вы видите на видео, это то, что называется буквально следом за ребенком Ну тут много элементов, тут много пауз Когда специалист ждет, когда будет вот это взаимодействие Тут организация среды То есть тут вообще другие стимулы, которые не отвлекают к нему Если вы видели, для него важно вот собрать все вот эти игрушки И вот он их потом не отпускает из рук А здесь важно то, что нужно держать что-то очень привлекательное для него Как нам один раз задали вопрос, в чем заключается занятие? В том, что вы дразните ребенка и тут разбираете новую игрушку? И, ну, как бы, да, могут возникнуть вопросы, допустим, у родителей по поводу таких занятий Но это тоже часть вот работы объяснить нам, что происходит Когда у нас есть запрос, я не знаю, что ему делать с ребенком Приглашаем на консультацию, проводим диагностику ребенка Всеми возможными и невозможными способами, наверное, правильно будет сказать Ищем с ним контакта И пишем заключение и, конечно же, даем рекомендации Вот это у нас выглядит воприким нашим И какие у нас есть, чаще всего, какие мы даем рекомендации Это визуальная поддержка, интернативная коммуникация, эмоциональный анализ поведения Это различное обучение специалистов и, конечно же, организация средств И немножечко хочу остановиться на визуальной поддержке Визуальная поддержка разные Включает в себя визуальная поддержка, визуальное расписание Это планшет сначала и потом Как раз таки, наверное, вы получили в своих папочах Это визуальные инструкции, визуальные подсказки Визуализация правил проведения и социальные изготовления Следующий слайд будет указан И очень хотим порекомендовать вам следующую литературу Это две замечательные книги Социальные истории и визуальной поддержки В ней достаточно подробно все описано С множеством примеров Очень удобно Хорошо использовать Когда возникает вопрос об альтернативной коммуникации То мы смотрим и исходим из того, какие способности и возможности есть у ребенка Это то, что часто пугают как специалистов, так и родителей Потому что кажется, что если ввести в какую-то дополнительную коммуникацию Или альтернативную коммуникацию То утратятся навыки речи И вот на этой таблице вы видите, какие вообще есть способы коммуникации И в каком случае это лучше подходит, в каком случае не очень подходит Например, устная речь Если у ребенка есть холарий, он повторяет слова и фразы То, конечно же, лучше опираться на это и развивать устную речь Соответственно, вы не можете развивать устную речь Точнее, вы можете подбираться к этому Но настаивать на устную речь вы не можете Если у ребенка вообще нет экскурсивной речи Всем вам уже, наверное, знакома система коммуникации, обмена с отражениями Это ПЕС Соответственно, она подходит для детей У которых хорошо разведлительно восприятие Как мы знаем, у детей все очень много Чаще всего, дитя на восприятие развита хорошо Но могут возникнуть все сложности сведения Если нет экскурсивной иммуникации Соответственно, для ребенка непонятно Ходка ради парточков Доски для коммуникации с изображениями Соответственно, если ребенок хорошо развлечает изображение Мы можем вводить или рекомендуем вводить И мы рекомендуем пользоваться этим Если нужна поддержка в какой-то конкретной ситуации Или во время занятия Ну и, соответственно, не очень это подходит Если есть сложности с созданием организации И помещением символов этих изображений Способ коммуникации с жестами Это если вы ребенок хорошо с двигательной имитацией Если есть сложности с зрительным восприятием Устройство или приложение С совмещением изображений и голоса Да, с совмещением изображений и голоса Это если ребенок хорошо реагирует как на зрительные, так и на слуховые стены И есть сложности с моментом передачи карточки И обмен предметами И обмен предметами Когда ребенок распознает функционал предметов И, допустим, но не различает изображения Тогда можно использовать обмен предметами Функциональный анализ поведения На самом деле у нас на презентации Он называется функциональный анализ поведения Мы часто, когда разговариваем с родителями Допустим, не акцентированное внимание Объясняем им, что, допустим, да он леется Вот то, что часто мы встречаем Или там, да он там, еще что-то А мы говорим о том, что каждое поведение ребенка Оно обязательно имеет какую-то причину И, соответственно, вот этот айсберг Это самый простой способ Вообще, в принципе, посмотреть немножко по-другому на ситуацию То есть, что происходит Он ленится, а как он делает это? То есть, что конкретно он вообще делает? И вот прямо нужно прописать, что же он делает И тогда подумать А почему вообще, в принципе, могут быть у этого причины Помимо, ну, он ленится Что еще туда можно вписать? Ну, то, что у него там есть аутизм Здесь вот прям совсем глобально брать Здесь пример с коммуникацией То есть, что происходит? Он там не реагирует на просьб А почему? Потому что взрослый употребляет слишком много слов И потому что он не понимает, что от него вообще хотят Не понимает социальную ситуацию Это вот настраивает вообще, в принципе, как педагогов, так и родителей И на то, чтобы немножко по-другому посмотреть на ситуацию, которая вот есть у него сейчас Здесь у нас есть небольшой кейс, который мы вам покажем Опять же, вот такое вот, посмотреть немножко по-другому на ситуацию А девочка 9 лет, диагноз 1 Помещение знакомо для нее давно Но в этом году у нас во всем коррекционном блоке, как вы видели, сделан ремонт И при входе в коррекционный блок она спокойна, но начинает кричать, плакать, старается уйти Когда понимает, что занятие будет проходить в акропейдическом кабинете И вот как вы думаете, что может послужить причиной такого поведения? Я вам сейчас покажу, как это выглядит Как это может выглядеть? То есть, ребенок очевидно не хочет в этот кабинет Можно было бы подумать, что, ну, в общем, она вредная просто Как вы думаете? Как вы думаете? Конкретно в этом кабинете? Конкретно в этом кабинете Что-то пугает, мне нравится Ну, пофантазируйте, пожалуйста Что ее может испугать? Мне нравится, вот вам фотографии этого кабинета И вы все там сегодня имеете Но запах ремонта Против опыта не попрешь На самом деле во всех кабинетах у нас есть запах ремонта Но вот именно в логопедическом кабинете Он более явный, что и так можно сказать Вот именно специфически пахнет мебель И вот ее этот запах Прям вот очень... У нас уже много вариантов Мы, на самом деле, сразу поняли, что запах кабинета Она сначала не как заранее Она просто не захотела туда заходить А вот сейчас на видео будет видно подкраска Да Это капни Это капни Ты должен Так Ты хочешь возить? Стой Подожди Давай, несешь в класс А потом возить Сначала в класс занеси Помоги Держи в мешочек Это максимально, сколько мы здесь находимся сейчас в этом классе. До этого она туда не заходила вообще, я уже ее заманивала различными способами, но пока помоги мне занести в класс, поставить на стол и возьми, что ты хочешь, тогда мы отсюда не будем, а пока сейчас именно на сколько она заходит в этом классе. Мы ждем, когда будет сейчас замок, все это шаги. Ну, продолжая, немножечко возвращаясь к поведению, соответственно, я уверена, что всем вам знакомы APC, то есть что происходило до поведения, с описанием самого поведения и что происходило после поведения, вам знакомы. Заполнение этих табличек тоже дает интересный результат. Когда, допустим, родители принимают участие в этом процессе, они вот прям железобетонно уверены, что поведение вызвано вот тем, но когда анализируют записи, получается совершенно другая история. И менее знакомый в широких массах анализ поведения – это старт. Здесь описание ситуации, то есть это внешние или же внутренние факторы, которые вот есть, в принципе, здесь сейчас. Что туда может входить? Ну, это там фон шума, какой он находится в помещении или на улице. Внутреннее состояние ребенка, может, он уже устал. Ну, вот эти вот моменты важные. Потом триггеры – это то, что, по нашему мнению, может запускать эту ситуацию. Действие – это, собственно, само поведение, и результаты – это то, что происходит в конце. И это важный момент в том плане, что если происходит то, что хочет ребенок, цель достигнута, и, соответственно, обращается это поведение, то вероятность того, что поведение повторится, значительно выше. Ну, это вот так очень коротко. То, ну, вот, честно, мы очень редко вот это даем родителям, чаще про специалистов говорим. Потому что родителям так глубоко, ну, это уже нужно в сопровождении со специалистом, конечно же. И то, что касается обучения специалиста. Мы всегда выдаем список рекомендуемой литературы. То есть мы говорили, где человек самостоятельно может копать, где он может взять информацию. Потому что информации очень много, и вся она полезна. Мы также сообщаем о ближайших семинарах и конференциях, которые проводятся как наши семинары, которые мы проводим, как и семинары других организаций. Мы говорим о вебинарах. И мы даем список информативных сайтов. У вас у всех, насколько я помню, в папочках лежат эти списки. Ну, понятно, что мы не прям все их даем сразу. Или мы, допустим, если мы задаем все их сразу, то обозначаем, куда, в зависимости от запроса, с которыми нам пришли, куда зайти впервые. В первую очередь. Это вот то, что касается второго запроса, с которым к нам входят люди. И третий запрос такой, я не знаю, что делать с этими родителями, когда к нам входят специалисты, у них такой там крик души. И чаще всего... Ольга, когда я сделала маленькую паузу, может быть, есть какие-то вопросы по этому запросу номер два, чтобы мы сейчас и поговорили? А вообще у вас есть листочки, на которые вы можете записывать свои вопросы, которые у вас возникают по полу? Ну... Я так понимаю, что... Да, можно продолжать. Когда к нам... Соответственно, это вот так сформулировано, потому что, в принципе, к нам приходят, когда приходят и говорят, ну, от нас хотят что-то вот прям вообще совершенно нереальное что-то. А потом приходят и говорят, родители, ну, не выполняют наши рекомендации. Сколько мы не бьёмся... А сколько мы не бьёмся, ничего у нас не получается. И родители не принимают особенности ребёнка. Это тоже такая сложная ситуация. И, соответственно, что мы можем с этим сделать? Мы объясняем специалистам, что информирование родителей, это как бы нам это хотелось, не хотелось, но, тем не менее, это часть работы педагогов в офис. И... Ну, из песни слов не выкинешь. Всё равно нам так или иначе приходится этим заниматься. Второй момент. АОП и СИБА, про которые мы сегодня уже говорили, они в обязательном порядке согласуются с родителями. И это хорошо. Потому что, по нашему опыту, как только родители вообще понимают, что происходит, как только родители не думают, что сейчас вот все вот эти вот люди, которые вокруг меня, они не хотят меня сейчас выгнать отсюда, они не хотят от меня избавиться, они заинтересованы в том, чтобы дать мне эту информацию, большая часть проблем уходит. И мы говорим педагогам о том, что заключение ПМПК – это основной инструмент, регулирующий работу школы. И это воинтоострое оружие. Как родители могут требовать от школы, организации, педагога выполнения рекомендаций ПМПК, так и педагог-организация могут сказать, вот у меня есть заключение ПМПК, я рада вам дать больше, но вот у меня здесь прописано вот это, вот это, вот это. И вам или нужно идти в таком случае во вторную комиссию и получать те рекомендации, которые вы хотите, или как-то где-то дополнительно это искать, потому что я при всем желании, не могу вы что-то понимать, что там, что-то комментировать. Ну, в общем, то есть не в том смысле, что видите, как и заключение ПМП, а в том, что вы можете этим тоже оперировать. Ну, и такой момент, что всегда можно попросить родителя о помощи. И не нужно этого бояться и стесняться, потому что чаще всего родитель, у него очень высокий уровень мотивации, чтобы делать что-то для своего ребенка. Он понимает, что мы с вами не всесильны, школа не всесильна, и тогда у родителей есть там возможность что-то дать такое, что не может сделать сама педагог, ввиду там отсутствие времени и ничего, так, Хрисуса. Вот. Ну, и я прошу прощения. Состояние родителя. Это тоже играет вашу роль. Я звонила на презентацию, поэтому здесь написано просто «Эльца Дригоря». Я думаю, что вы все об этом слышали, о том, что идет сначала отрицание, то он меньше, то он вторг, и так далее, до принятия. И, к сожалению, очень часто родители, ну, кто способен прийти к принятию, а кто-то не способен прийти к принятию. Кто-то засплевает на очень-очень долгие годы, на стадии отрицания. И когда вот этот запрос про то, что там не принимают особенности, и так далее, это вот все то, что актуально в этом случае. Но очень важно понимать, на какой стадии находятся родители. Кстати говоря, это не статичная штука, это может переходить из одного в другое. И, соответственно, исходя из этого, вы уже можете по-разному преподносить информацию. А как преподносить информацию, это очень важная часть. Вот Ирина Евгеньевна уже делилась этим опытом. Вот у нас было недавно, и у меня тоже, он так вот, лично мне понравилась эта ситуация, когда школа не могла донести до родителя, что вот мы предлагаем вам домашнее обучение, это для вас будет хорошо, потому что, и как бы список почему. Но назвав это обучение не домашним, а индивидуальным, и еще раз повторив, все те преимущества, которые получает ребенок и семья вот этого, тогда родители уже будут настроены не так критично, не так скептично, не так, ну даже в чем-то агрессивно по отношению к определенной власти. И мы следуем этим правилам, и мы об этом говорим, и это тоже очень важная часть по поводу преподнесения информации, критичное поведение специалистов. До 100 лет 2017 года в социальных сетях было размещено обращение специалиста ФФЦРАС по организации комплексного родителям детей, имеющим аутистические нарушения. И они попросили, этот специалист попросил родителей сказать, что же больше всего ранит родителей, когда вот специалист вроде как о чем-то говорит, но не очень контролирует, как именно он это говорит. И это действительно важно. и тогда они будут публиковать вот такие результаты, и это, наверное, бывает в чем-то сложно контролировать. Это вот знаете, как не этично говорить ребенок с аутизмом, не этично говорить там аутист. Но тем не менее очень часто даже среди специалистов, ну вроде как бы не сложная штука, но тем не менее сложная штука. Соответственно, этично говорить при разговоре с родителями называть ребенка по имени, а не говорить там ваш ребенок. Обращаться к родителям по имени и отчеству, а не говорить там мамочка, папочка, успокойтесь, ну в общем какие-нибудь фразы. Обсуждать проблемы ребенка только с родителями, и не этично обсуждать проблемы ребенка в присутствии других людей. Это тоже бывает сложно в плане пространственной организации, но тем не менее вот как-то отойти, как-то все равно уважительно отнестись к тому, что проблемы ребенка можно обсуждать по сравнителям. Использовать выражение ментальной проблемы или недостаточного уровня интеллектуального развития и не употреблять термины инстинно отставок. Это тоже достаточно сложно, потому что раньше это было прям терминология официальная. Если требуется сравнение с детьми без проблем развития, то использовать выражение «дети с типичным развитием» или «при типичном развитии обычно дети» и не употреблять слов «здоровые дети», «нормальные дети». Это тоже может очень сильно ранить человека. Особенно если он находится на стадии отрицания, и это особенно болезненно. Использовать выражение «нетипичное развитие особого ребенка» или «ребенок с особенностями развития» и не использовать выражение «больные нормальные дети». К сожалению, очень часто встречается это все-таки, когда говорят, что «больной ребенок». Если ребенок маленький, отметить позитив, сказать «как хорошо, которые молодцы, что вы так рано это заметили, вы молодцы, что обратились, это классно, это здорово». И не акцентировать на этом знание, если пришли тогда, когда уже был достаточно взрослый. Соответственно, если ребенок не показывает какой-то навык прямообследования, а родители говорят «нет, он это все умеет». Не стоит говорить «посмотрите, вы что не видите, он этого не делает». Часто этим грешают специалисты, а просто сказать «ну, значит, этот навык не реализирован». Или, возможно, он может это делать дома, оно ему сложно в другом помещении, в других обстоятельствах, за другими людьми. И если ребенок не может заниматься в какой-то группе или в классе, то можно сказать, что этот класс не подходит для этого ребенка. Я просто правильно сказала, что этот класс не подходит для ребенка, а ребенок не подходит для класса. Если не подходят групповые занятия для ребенка, то вы можете преподнести эту информацию, например, вы можете не фотографировать, это все есть в методичке ФЛЦ по организации работы с родителями. Так вот. Соответственно, если ребенок будет в сложенном группе, то вы можете акцентировать внимание на том, что имеет смысл отрабатывать эти навыки не в индивидуальном порядке, а потом уже, допустим, отрабатывать это в группе. И так будет проще для Пети, Паре и Маши. Ну и, соответственно, он в своем говорит, да вы что, вообще что ли? Вы не как водки не будете общать, а как вы группу-то говорите. После каждого... Ну вот, кстати, я считаю, что это большая работа специалиста, когда после каждого занятия нужно подвести итог и сказать о том, что же было сегодня хорошо. И, ну, я, допустим, в своей личной браше сталкиваюсь с тем, что очень сложно донести до представителя ребенка о том, что это действительно хорошо, действительно есть прогресс. Потому что, ну, часто сталкиваюсь с таким, да ладно, да что, но это же мелочь, это не значительно. А это как раз таки важно, это большая работа с педагогом довести, нет, это важно, это значительно, это то, за что, ну, это то, чему вы можете порадоваться. И это не только моя заслуга, это ваша заслуга, потому что вы там это делаете дома, ну, в общем, в чем-то это ваша обязательно заслуга родителя или представителя ребенка. И, соответственно, неэтично указывать только на недостатки, чтобы только было бы все плохо и... Соответственно, если не получается сформировать какой-то навык, можно сказать о том, что, ну, вот пока не получается научить это, и я обязательно посоветуюсь с коллегами, не подумая, как это можно сделать по-другому, скорее всего там, а надо просто что-то изменить. Ну, и, соответственно, не стоит говорить, что никогда не образуется этот навык, никогда это не случится, не произойдет. И тоже важный вопрос, когда происходит обсуждение о проблеме получения инвалидности. И часто для родителей это тоже очень болезненный процесс, в плане того, что это как будто, ну, там, кремо поставили, не часто вас принимают таким образом. И, соответственно, если специалист ходит и говорит все время, ну, почему бы сих пор чего не сделали, и вообще, как бы, поторопитесь, и, в общем, когда вот таким образом преподносится эта информация, то для родителей это, я думаю, лишний повод это отложить еще. Соответственно, когда возникает этот вопрос, и вы проговариваете, что у этого есть преимущества, там, финансовая поддержка семьи, или образовая... А, вот у нас это еще, допустим, часто происходит, когда родители не хотят в протоколе ПАН-ПУКАС светить, что у них какие-то особенности у ребенка есть. А мы объясняем, что, вы же понимаете, вы хотите, чтобы вашему ребенку в школе, там, в образовательном учреждении предоставили какие-то особые условия. А школа, как бы, у нее нет никакого основания для того, чтобы это сделать. И для того, чтобы в вашей школе... Прошу прощения... Для того, чтобы в вашей школе появились эти основания, вам нужно как раз-таки пройти ПАН-ПУКА, и тогда она с удовольствием предоставит, ну, там, или они предоставят вам вот это, вот это и вот это. И это важно... Важный начальник. Ну, в принципе, это все, что мы сегодня хотели осуществить. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы... Спасибо.